Для этого изделия я взял 160-ю рыжую канализационную трубу, на самом деле можно было взять какую угодно и не обязательно 160-ю, просто это единственное, что у меня было, то есть это ПВХ труба, да, поэтому я ее и взял. Ну и такой-то обрезок старый был, она уже вся потресканная, но не суть. Берем, соответственно, и отпиливаем, нужно нам длину. Пилить я решил просто ножовкой, как бы там ничего такого сложного и страшного нет, а потом, как отпиливаем кусочек, распускаем его вдоль. Итак, распустили вдоль. И нам нужно выровнять данный цилиндр, вот так будет правильно сказать. И, соответственно, мы берем горелку. Вообще, как бы, эту тему нужно делать феном. Во многих видосах ребята делали это феном, но фена промышленного у меня нет пока что еще, я решил взять горелку. Чего бы нет, какая разница. И потихонечку прогревал, разгибал. Потом, соответственно, уже взял тяжелую железную пластину, начал класть просто сверху и прижимать. И в итоге мы получаем более-менее ровную пластину. А отрезаем, мы прогреваем шов и отрезаем два более-менее равных куска, предварительно примерив наш нож. И начинаем прогревать уже более сильно и усиленно. Единственный косяк, конечно, начинает очень сильно обугливаться и вонять. Но, как бы, она не горит, но воняет. То есть, это пластик все равно, поэтому будьте аккуратны. Подготавливаем поверхность, прогреваем. И зажимаем между двух фанер и прижимаем и струбцинами, и тисками. И, как бы, зажимаем так же на обухе ножа, на ручке ножа, место, где нож будет фиксироваться, так сказать. И оставляем буквально там на 10-15 минут. Она остывает. И вынимаем. После того, как вынули, мы шестым сверлом сделаем отверстие для заклепок. Я решил все на заклепке красиво сделать. Делаем отверстие и заклепочником прошиваем. Сначала я взял один заклепочник, но он был не особо удобный. По принципу ножниц он работает. В итоге я взял второй, благо он был. И все замечательно прошилось. Дальше размечаем уже непосредственно наш будущий, так сказать, какой-то размер или что-то подобное. И обрезаем все ножовкой. На самом деле, за кадром я все обрезал лобзиком, там было проще и быстрее. А дальше ровняем края на наждаке, подтачиваем, скругляем уголки. И зашкуриваем поверхность от обгоревших каких-то угольков. На самом деле, прикольная получилась поверхность, такой какой-то небольшой имитацией кожи. Я не знаю, но довольно интересно выглядит. Также я слегка зашкурил заднюю поверхность для прищепки, которую я приклеил на эпоксидку. Прищепка для штанов, чтобы цеплять ножны на штаны. И в итоге получаем такую штучку. А, ну да, за кадром я еще покрасил ее, просто закрутовал белым цветом. Держится нож в ней очень-очень плотно. То есть, он ни за что не вывалится, даже если ножны спадут, упадут и куда-то вывалятся. Вот, и как бы прикольно висят на штанине. Я думаю, что на джинсиане будет очень клево смотреться. Итак, спасибо вам большое за то, что меня посмотрели. Не буду переставать повторять. Мне безумно приятно, что вы меня смотрите. Я кайфу от того, что я вот делаю. И я на самом деле себя очень сильно загоняю в рамки, чтобы делать больше, качественней. Но это занимает очень много времени. А помимо YouTube есть еще основная работа, еще куча обязанностей по дому. Отец на меня ворчит из-за этого. Вот, и как бы, ну, без дела практически не сидим. Хотя, на самом деле, иногда жопа очень долго лежит на диване. Спасибо вам большое. И вот здесь, естественно, появятся сейчас два видоса. Посмотрите их, пожалуйста, поставьте лайк. И, как бы, блин, приходите ко мне больше, ребята. Приходите ко мне больше на канал. Мы сделаем с вами более крутые вещи, которые будет интересно смотреть. Спасибо вам большое.